Болезни аквариумных рыб Но для тех, кто только начинает свой путь, тема очень важная И я думаю, они узнают в этом видео что-то новое и интересное для себя Я ни в коем случае не собираюсь никого учить Просто делюсь своим опытом Который, возможно, чем-то отличается от того, что знаете и то, что пробовали вы К температурному режиму многие аквариумисты относятся не должным образом, а зря Большинство популярных аквариумных рыб являются тропическими обитателями И самой популярной температурой является 24-26 градусов Известный диапазон, который необходимо поддерживать постоянно Конечно, допускаются перепады температуры в плюс-минус 3 градуса и практически без последствий Однако, если перепад температуры резкий, у рыб начинается стресс Если такие перепады явление частое, то вероятно и гибель рыб В некоторых случаях, в зависимости от особенностей аквариумных обитателей Диапазон может быть шире 22-32 градуса Есть две основные ситуации, при которых случаются скачки температур Первая – это доставка рыбы, которая начинается далеко до покупки этой рыбы непосредственно самим аквариумистам В основном рыба, которую продают в зоомагазинах и на рынках – это рыба из стран Азии Все начинается с транспортировки Перепад температуры неизбежен при таких длительных перевозках, а точнее перелетах Дорога до самолета, сам перелет, потом выгрузка груза, таможня, которая может проходить весь день После этого – доставка рыбы до оптовой базы Высадка рыбы Дальше некоторое время рыба адаптируется на оптовой базе, но не всегда Многость зависит от продавца После чего рыба отправляется по магазинам или на птичий рынок Пока идет эта цепочка, часть рыбы гибнет Это считается естественным падежом Причем не только от токсичного отравления, нехватки воздуха и прочего Но и от перепада температур и порой резких Ну а у тех, кто смог выжить, иммунитет, естественно, ослаблен Дальше покупатель приходит в магазин, покупает рыбу, несет ее домой и высаживает в аквариум Соответственно, перепада температуры не избежать Но непосредственно сам аквариумист может значительно снизить этот конечный стресс Если высаживать рыбу будет постепенно Для этого необходимо обработать сам пакет, в котором находятся рыбки После чего этот пакет можно опустить в аквариум Примерно на 5 минут Открыть пакет Добавить немного воды из аквариума Чтобы рыбки начинали адаптироваться Еще через 5 минут это действие можно повторить И так несколько раз После чего рыбку можно выпускать в аквариум Вторая основная ситуация, когда встречаются скачки температуры Это различные мероприятия по пересадке рыбы Подмене воды и прочее дома Возьмем самую обычную подмену воды У многих в аквариуме стоят обогреватели, которые поддерживают нужную рыбкам температуру, скажем, 26 градусов Наступает время подмены воды Отстоявшаяся вода в отдельной емкости комнатной температуры в 20 градусов Естественно, заливая эту воду, температура воды в аквариуме резко падает Рыбки получают стресс И этот стресс примерно каждую неделю Более того, для аквариумов большого объема от 500 литров Как правило, воду вообще не отстаивают А заливают прямо из-под крана Можно возразить, сказать, что я так всегда делаю и все хорошо Но тогда не стоит рассчитывать, что рыбка проживет максимальное количество лет И удивляться, как вдруг ни с того ни с сего рыбка заболела Конечно, это лишь пример Есть рыбки холоднолюбивые, более или менее выносливые Но речь не о них, а о важности в температурном режиме Лично я редко использую обогреватели для домашних аквариумов Таким образом, мне проще регулировать температуру воды при подмене на свежую, отстоявшуюся Но такой способ не для всех рыбок подходит Дискусом, например, комнатная температура вообще неприемлема Но в любом случае, за температурой воды, даже в отсутствии обогревателя Необходимо следить Особенно середины весны и осенью в этот период возможны резкие колебания температуры воды Ну, соответственно, воздуха в квартире И поэтому на этот период лучшим вариантом, конечно же, будет установить обогреватель в аквариуме Переохлаждение рыб очень опасно и грозит серьезными последствиями Изменение в поведении аквариумных жителей наблюдается при понижении температуры до 23 градусов Рыба становится малоподвижной, а при длительной температуре в 23 градуса и ниже окрас рыбы бледнеет Все процессы в организме рыбы сильно замедляются И даже есть рыбки, либо отказываются вовсе, или едят, но неохотно В прохладной воде рыбы становятся жертвами инфекционных заболеваний Вирус, грибок и прочая нечисть появляется, когда температура воды долгое время меньше 25 градусов Будет идеально, если свежая вода, которую вы будете доливать в свой аквариум во время подмены воды Будет той же температуры, что и в аквариуме Особо строгие аквариумисты делают так, чтобы свежая вода, которая доливается в аквариум Была на 1 градус выше той, что находится в аквариуме Дело скидка на то, что во время подмены, во время самого долива этой воды Температура немного упадет А для этого они в отстойник с водой, то есть в ту емкость, где вода отстаивается Также ставят еще один обогреватель То есть один в аквариум в обогреватель, один в отстойник Для аквариумных жителей опасна не только прохладная вода, но и высокая температура в аквариуме Когда температура воды выше нормы, все процессы в организме рыбы ускоряются В пределах разумного, особенно в отношении с живородящей рыбой Многие разводчики этим пользуются, намеренно поднимая температуру Чтобы рыба быстрее росла Чтобы быстрее проходила беременность у самок и прочее Но увлекаться этим не стоит Часто летом высокая температура в аквариуме является проблемой для многих аквариумистов Система охлаждения воды достаточно дорогая и не каждый может себе позволить ее приобрести Прибегают к охлаждению воды с помощью частых подмен воды На прохладную или вовсе с помощью льда Тут важно помнить и понимать, что резкое изменение температуры Очень пагубно может сказаться на братьях наших меньших При высокой температуре рыба становится чересчур активной Пытается заглатывать атмосферный воздух с поверхности воды Всегда помните о том, что высокая температура воды Влияет на содержание кислорода Кислорода становится всегда мало Усильте аэрацию в 2, а лучше в 3 раза Это поможет выжить рыбкам Плавное повышение температуры воды от 25 до 35 градусов и обратно Большинство рыб переносит хорошо Более того, есть аквариумисты, которые лечат рыб От некоторых болезней повышением температуры Но всему есть предел Если температура выше 35 градусов Рыба начинает гибнуть Как только не подгоняли температуру воды в советские годы Но сегодня в любом профильном магазине можно приобрести обогреватель Давайте подробнее о них и поговорим Часто можно услышать слово обогреватель или терморегулятор Для современных аквариумистов по сути это одно и то же Но специалисты старой школы придирчивы к словам И они четко знают и различают одно от другого Ведь раньше на обогревателях не было регулятора А терморегулятор воды для аквариума Это обогреватель для воды со встроенным регулятором Хотя на многих терморегуляторах сегодня пишут просто обогреватель А на сленге аквариумистов звучит просто грелка Как правило на коробке обогревателя уже написано На какой объем он рассчитан Но нужную мощность можно рассчитать и самому Рекомендуемая мощность 1,5 ватта на 1 литр Соответственно на 10 литров аквариум понадобится обогреватель Мощностью 15 ватт на 100 литров 150 ватт и так далее Но когда мне нужен обогреватель Я выбираю чуть помощнее Чтобы он не работал на пределе возможностей И служил дольше Всегда помните о технике безопасности Никогда не пользуйтесь нагревателем с повреждением И не важно поврежден корпус или провод Сразу меняйте на новый и даже не пытайтесь его чинить Купите новый Важно чтобы уровень воды был всегда выше обогревателя Неважно в каком положении он будет установлен Допускается и вертикальное и горизонтальное положение Но не стоит его засыпать грунтом Еще один нюанс на который стоит обратить внимание Опустив обогреватель в аквариум не спешите его включать Необходимо подождать Пока температура нагревателя и воды будет примерно одинаковой На это уходит минимум 15 минут Также хочется добавить что я получал разряд тока через воду Из-за неисправности обогревателя Но самый вопиющий случай который мне встречался Произошел у моего знакомого У него в аквариуме просто обогреватель Стеклянный обогреватель взорвался Но конечно такое бывает крайне и крайне редко На сегодняшний день существует 4 основных способа нагреть воду в аквариуме Самый популярный это конечно погружной Второй с помощью нагревательного мата Или как часто говорят коврик Еще существуют нагревательные кабели Которые устанавливаются под грунт Плюс с помощью этих кабелей создается циркуляция воды И последнее также существующее Это проточные нагреватели Погружные нагреватели бывают пластиковые и стеклянные Пластиковые обычно дороже и более долговечные Хотя и про стеклянные ничего плохого сказать не могу Кстати на упаковке стеклянных обогревателей Можно встретить надпись Удара прочное стекло Возможно это и так Но ронять стеклянные обогреватели не стоит И проверять насколько стекло прочное тоже Для того чтобы вы этого не делали Давайте проведем эксперимент И намеренно уроним обогреватель Ну вот как видите Сами обогреватели разбиваются и достаточно легко и просто Даже в упаковке обогреватели разбиваются в щепки Обидно Но у нас есть возможность посмотреть Из чего же состоят обогреватели Нагревательные элементы типа пружины Отделены друг от друга отсеками По сути выглядит все это как старая электрическая печь О которых новое поколение возможно и вовсе не знает и не видела Регулятор термостата Индикатор включения и отключения прибора На этом видео подошло к концу Всего вам доброго И до новых встреч в новых видео на канале ПАР Пока Продолжение следует...